Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в прямом эфире в студии Натальи Юсуповой. В начале выпуска коротко о главном. В пути сотрудничества министр здравоохранения Абхазии знакомится с медицинским потенциалом Кабардино-Балкарии. Диплом в дело. Ситуацию с трудоустройством выпускников колледжей, училищ и техникумов обсудил Общественный совет Минобра. Нанометры Жанны Апаевой. Мне достаточно искреннего признания даже от одного зрителя. В музее ИЗО открылась выставка в синих тонах. Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности на Северном Кавказе. Эту тему обсудили накануне в Есентуках на совещании с участием полпреда президента ФСКФО Сергея Меликова и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. Регионы сегодня должны сосредоточиться на импортозамещении, отмечено на заседании. По словам Льва Кузнецова, уже есть конкретные наработки. Продолжается тесное сотрудничество с Минпромторгом России. Важно сохранить и поддержать уже существующие на территории округа предприятия, избегая банкротств и остановок производства. Пристальное внимание должно быть уделено развитию малого и среднего бизнеса. Для этого планируется снизить финансовые и административные издержки, увеличить число предприятий, к которым применяется упрощенная система налогообложения, и поддержать спрос на их продукцию. Сергей Меликов подчеркнул, что всю работу по развитию экономического потенциала в округе нужно рассматривать как часть общей политики, направленной на повышение уровня консолидации общества. На совещании принято решение создать рабочую группу Минкавказа России по мониторингу развития экономики и социальной стабильности в округе. Регионы страны получат федеральные субсидии на возмещение части затрат агрария. Проект распоряжения был принят на заседании Кабинета министров, сообщает портал правительства России. Речь идет об уплате страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования. В этом году из федеральной казны на данный вид поддержки планируется направить 6,5 млрд рублей, в том числе в области растениеводства порядка 5 млрд, в животноводстве – около 1,5 млрд. Кроме того, правительство страны распределило регионам межбюджетные трансферты, которые пойдут на местные социальные доплаты к пенсиям. На эти цели предусмотрено без малого 8 млрд рублей. Исполнение местного бюджета, строительство социальных объектов, достижения в сельском хозяйстве. Итоги 2014 года подвели в Ирванском районе развитие муниципалитета, обсудили в Нордкале на сессии Совета местного самоуправления. Карина Аванесова продолжит. Консолидированный бюджет исполнен на 97%. Собираемость налогов повысилась, в районе заработало 27 новых предприятий. Несмотря на сложные экономические условия в стране, минувший год для Ирванского района завершился результативно, отметили в Совете местного самоуправления на итоговой сессии. Производство продукции сельского хозяйства в 2014 году составило больше 3 млрд рублей. Это 110% к 2013 году. Особое внимание здесь было уделено развитию зерновых, картофеля, овощей, плодов, ягод, развитию садоводства. В прошлом году произведено 25 тысяч тонн плодов и ягод. Это 134% к уровню 2013 года. Обновлена спортивная инфраструктура района. В Нордкале отремонтирован стадион «Химик». Сейчас идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Такой же объект в конце прошлого года открыли в селе Кахун. Практически в каждом населенном пункте появились спортплощадки и футбольные поля. В 2014-м в Урванском районе ввели в строй несколько социальных объектов. Построено 4 фельдшерско-акушерских пункта. В Нордкале на стадии завершения детский сад на 200 мест. Объект возводится по программе модернизации региональных систем дошкольного образования. В рамках этого же проекта завершается реконструкция еще одного дошкольного учреждения. Проведены отделочные работы, стены потолков, покрытие пола керамической плиткой и ламинатом, частичная стяжка полов, заменены сантехнические приборы, унитазы, умывальники. Благодаря этому капитальному ремонту мы сможем принять дополнительно еще 50 деток. Определены первоочередные задачи на этот год. В 2015-м местные власти намерены уделить особое внимание ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также экологической безопасности муниципалитетам. Карина Аванесова, Адам Абазов, Марат Татруков. Вести Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария и Абхазия налаживают контакты в сфере медицины. В Нальчике в эти дни находится министр здравоохранения соседней республики Анзор Гоов. Цель визита – обмен опытом и проработка возможных направлений сотрудничества. Рассказывает Инна Богатырева. От качества медоборудования до инновационных методов лечения интенсивный обмен мнениями идет во время ознакомительной поездки министра здравоохранения Абхазии, ведущей лечебные учреждения Кабардино-Балкария. В свое время Анзор Гоов работал хирургом в РКБ и сегодня отмечает разительные перемены в произошедшей в отрасли. Сегодня такой прорыв сделали. Это просто удивительно, конечно. Буквально где я был, в Великобританской больнице, здесь и в кардиологии. То есть я приятно очень удивлен. И действительно большой прорыв сделан. И я надеюсь на тесное сотрудничество двух министерств и больниц. У вас есть чему поучиться, подчеркнул Гоов, отмечая уровень оснащения больниц и профессиональную подготовку медперсонала. В специализированном доме ребенка терапевтические кабинеты для лечения детей самыми разными диагнозами, равно как и царящая здесь атмосфера, по словам гостя, произвели на него неизгладимое впечатление. Министр выразил желание сформулировать в готовящемся соглашении о сотрудничестве вопрос о направлении плановых больных на лечение в Кабардино-Балкарию по квотам. Речь идет о подписании соглашения и оформлении сотрудничества между двумя нашими республиками. Это и обмен опытом, и работа врачей вахтовым методом, и абхазских врачей в нашей республике. И мы собираемся в дальнейшем посылать для обмена опыта наших ведущих сотрудников, это кардиологи, неврологи, сосудистые хирурги, для того, чтобы и помочь коллегам, и где-то у них перенять опыт в ведущих направлениях. Представители абхазской делегации ознакомились с возможностями санаторно-курортного комплекса Кабардино-Балкарии. Впереди детальная проработка соглашения о сотрудничестве между Министерствами здравоохранения двух республик. Инна Богатрева, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. К другим новостям. Трудостройство выпускников средних специальных учебных заведений. Эта тема стала ключевой на заседании Общественного совета при Министерстве образования, науки и по делам молодежи КБР. В минувшем году колледжи и техникумы республики подготовили более двух тысяч человек. Однако найти работу по специальности смогла только половина выпускников, отметили собравшиеся. По их мнению, самим учебным заведениям необходимо уделять больше внимания последующему трудоустройству своих студентов. Но с другой стороны, бизнес сообщества региона тоже не спешит брать на работу молодых специалистов. Всегда в коллекционных требованиях почему-то пишут. Значит, стаж не менее двух лет. Откуда молодой специалист, выпускник вуза или СПО, или кого бы ни было, возьмет этот стаж, если он с диплома ходит по учреждениям, организациям, предприятиям, будем говорить, различных форм собственности. Как один из вариантов решения проблемы было предложено создать единый сайт – учебное заведение «Работодатель». Также члены совета рекомендовали усилить профориентационные мероприятия среди выпускников и ввести в программу обучения спецкурсы по технологии поиска работы. Молодые ученые Северного Кавказа собрались сегодня в Нальчике. В эти минуты в КБГУ проходит 10-я выставка инновационных проектов, приуроченная ко Дню Российской Науки. Его отметят в ближайшее воскресенье. Участники представили около 70 работ, по словам организаторов выставки. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Тематика проектов разнообразна – нанотехнологии, робототехника, новации в строительстве, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. У нас представлены разные виды продукции, которые приготовлены на основе молочнокислых микроорганизмов нашей селекции. Обогащали их либо йодом. У нас в республике, например, йододефицит очень большой, поэтому обогащаем. Селен – тоже биологически активное, важное вещество. По итогам выставки эксперты отберут лучшие проекты в пяти номинациях. Победители будут награждены медалями, дипломами и ценными призами. А также получат возможность участвовать в федеральном научно-инновационном конкурсе «Умник». Художник-авангардист и ювелир. В Музее изобразительных искусств открылась первая персональная выставка Жанны Апаевой. В экспозиции 60 работ. Это картины, написанные акриловыми красками и чеканка, подносы, вазы, женские аксессуары. Жанна Апаева – выпускница КБГУ по специальности декоративно-прикладное искусство. Участница российских и международных выставок. Коллеги отмечают особое мировосприятие автора полотен. Кстати, немало вопросов вызвало название самой экспозиции. В 440 нанометрах. Почему? Это длина волны светового излучения, под которой человеческий глаз может различить синий цвет. А основным цветом экспозиции является именно он. Я жду признания хоть какого-нибудь. От двух-трех человек. Мне достаточно искреннего признания даже от одного зрителя. Выставка в Музее изобразительных искусств продлится до 19 февраля. И последняя в шалушке состоялась товарищеская встреча по боксу между сборными КБР и командой ЦСКА из Москвы. Она стала одним из решающих этапов подготовки к первенству вооруженных сил России. Оно пройдет в Нальчике с 11 по 15 февраля. Спарринги отличались особым упорством, отметили болельщики. Мы пригласили команду ЦСКА для совместной подготовки к этим соревнованиям. И решили организовать дружескую матчевую встречу. Всего прошло 22 поединка. В большинстве победу одержали хозяева ринга. И к настоящему часу это вся информация. В 17.10 смотрите тележурнал «Северный Кавказ». Вечерний выпуск «Вестей Кабардино-Балкария» выйдет в эфир в 19.35. Не пропустите. Субтитры подогнал «Симон»!